А сейчас подробности этих и других тем. С размахом отметили 80-летие Гродничины и день рождения Гродна. В минувшие выходные областной центр превратился в одну большую праздничную площадку. Два дня в городе работали интерактивные зоны, их в этом году было 11. Также привлекали многочисленные активности, дегустации, выставки, фестивали и аттракционы. Одной из особенностей стало 13-метровое красочное панно, рисунок, на которое уличные художники стали наносить в разгар праздника. Не забыли на дни рождения и о тех, кто внес большой вклад в развитие города и всей Гродничины. Отличившихся награждали во время торжественного открытия праздника, а еще на мероприятии филармонии. За труд на благо области администрации президента Республики Беларусь награду получила личанка директор Дворца культуры города Лиды Ирина Тур. Побывать на таком мероприятии, конечно, очень почетно, потому что уже прямо на подходе к месту проведения данного мероприятия чувствовалась праздничная атмосфера. Меня окружали заслуженные люди Гродненской области, что, конечно, тоже было очень волнительно. Получать такую награду тоже очень почетно, но вместе с тем очень ответственно. Потому что, когда награду получает сотрудник, это его заслуги и его награда. Когда же получает руководитель, то итог этой награды – это работа всего коллектива. Поэтому в данном случае это работа всей нашей сплоченной команды работников культуры личины. Я искренне признательна всем своим коллегам и всем тем, с кем мы работаем в тесном взаимодействии. Очень значимо, что эта награда была вручена в год 80-летия Гродненской области и в год качества. Это большая мотивация для того, чтобы и дальше вносить достойный вклад в развитие нашего Лидского региона, нашей Гродненской области и, конечно, нашей родной Беларуси. Свой день рождения отмечала не только Гродненская область, но совсем недавно наш любимый город Лида тоже отметил свой день рождения, который прошел под слоганом «В Лиде все в лучшем виде». Я уверена, что и в дальнейшем наша творческая команда будет дарить такие же красивые праздники и хорошее настроение нашим литчанам и многочисленным гостям нашего города. Два дня в Гродно не утихала музыка, выступали вокальные эстрадные коллективы и кавер-группы. Кульминацией праздника стал вечерний концерт Стаса Михайлова, после него фейерверк. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Кульминацией праздника